В доме появился флорариум. Неважно, был ли он подарен, куплен или собран на мастер-классе. Возникает вопрос, что же делать с ним дальше? Всем привет! Меня зовут Мария Короленко. Рада приветствовать вас на нашем YouTube-канале. Здесь мы говорим о флорариумах и их обустройстве. Флорариум – живая система, которая развивается и изменяется с течением времени. Она не может существовать без вмешательства человека. Мы принесли флорариум домой, установили его на место, установили светильник. Цветовой день 10-16 часов. Два дня мы его не трогаем. На третий день мы убираем светильник, убираем крышку, сдвигаем пленку на 1 см, возвращаем крышку на место. Возвращаем светильник на место. На следующий день мы сдвигаем еще на 1 см. И так каждый день до тех пор, пока пленка не снимется до конца. После первого сдвига пленки опрыскиваем каждый день понемногу. Для опрыскивания используется осматическая или дистиллированная вода. Над глиняной стенкой мы приклеиваем скотч. Это нужно для того, чтобы не высохла верхняя часть стенки. Убрать мы его сможем тогда, когда растение образует плотную подушку в этом месте. Индикатором правильности полива служат состояния растений и дренажа. Растения не должны быть вялыми и постоянно мокрыми. А в дренаже должна быть неспарина или небольшой уровень воды. На первых этапах жизни флорариума дренаж часто переполняется. Если уровень воды в дренаже достигнет грунта, то грунт закиснет и растения погибнут. Как только дренаж наполнится наполовину, необходимо удалить из него излишки воды. Для этого можно использовать шприц, спринцовку или тонкий шланг. Мы будем пользоваться спринцовкой. Достаем пробку из нашего дренажного отверстия. Удаляем излишки воды. И возвращаем пробку на место. Примерно так протекают две первых недели жизни флорариума. В дальнейшем мы рассмотрим стрижку и внесение удобрений. Подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии под видео и задавайте свои вопросы. До новых встреч!